Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники! Сегодня мы посмотрим с вами главу 7E «Навыки письма». Нашел замечательный учебник Spotlight 8. And foreign against essays are going to be the topic of our discussion. Темой нашего обсуждения станут сочинения «за» и «против». Exercise 1. Read the theory box. Which of the topics A to C corresponds to a foreign against essay? Нас просят прочитать теорию, что у нас в рамочке, а затем ответить на вопрос, какие из тем больше всего подходят для сочинения «за» и «против». Скорее всего, это будет какая-то одна тема. Итак, сочинения «за» и «против» – это те сочинения, которые содержат рассуждения, в которых обсуждаются преимущества и недостатки какой-то отдельной специфичной темы. Сочинения «за» и «против» должны состоять из Первая часть, из которой у нас состоит сочинение «за» и «против» – это введение, в котором мы представляем тему, даем о ней какие-то общие сведения, но не даем наше мнение. На этом этапе оно еще никому не интересно. Основная часть сочинения, в которой вы представляете точки зрения «за» и «против», они должны быть в раздельных параграфах. Это важный момент. Когда вы представляете эти точки зрения, вы должны их поддержать при помощи обоснований и примеров. Отсюда мы можем сделать вывод, что в основной части у нас два параграфа – один «за», один «против». И в конце у нас заключение, которое подводит итог всем плюсам и минусам и предоставляет сбалансированное, уравновешенное мнение по теме. Здесь уже идет ваше мнение, которое вы можете выражать при помощи вот этих вот слов-связок. По моему мнению, с моей точки зрения, я уверен, я думаю, полагаю, ну и так далее. Важным является то, что сочинения «за» и «против» у нас пишутся в деловом, да, официальном деловом формальном стиле. Таким образом, следует избегать использования «personal language», примеры которого мы видим здесь «I know, I'm sure», сокращений «I've got», как например, и разговорных выражений и идиом типа «whatsapp», то есть «как дела, что происходит». Now let us look at the topics. The most incredible experience I've ever had. Самый невероятный опыт, который у меня когда-либо был. Есть ли здесь возможность, да, вывести точки зрения «за», точки зрения «против»? Ну, скорее всего, нет. What's the best way to learn vocabulary in English? Какой лучший способ учить слова в английском языке, а? Вряд ли, да, вопрос содержит необходимость рассуждения о том, какие есть плюсы, какие минусы. Здесь нам просто нужно указать лучший способ. Credit cards occurs for a blessing. Кредитные карты, проклятие или благословение. Вот этот вот «или», да, вводится два противоположных совершенно мнения по поводу кредитных карточек. Соответственно, здесь мы можем рассуждать, перечислить положительные стороны, да, «blessing», перечислить отрицательные стороны, сделать какой-то вывод. So, topic C suits us best. Лучше всего нам подходит для ответа на вопрос тема под буквой C. Exercise 2. Read the rubric and underline the keywords. Then answer the questions. Нас просят прочитать рубрику, подчеркнуть ключевые слова, а затем ответить на вопрос. You have had a class discussion about the Internet as a homework tool. Your teacher has now asked you to write an essay, presenting the arguments for and against it. Итак, в классе у вас было обсуждение по поводу использования интернета для выполнения домашнего задания. И, соответственно, ваш учитель попросил вас написать сочинение, в котором вы представите доводы за и доводы против использования интернета при выполнении домашнего задания. And the keywords are class discussion. Это важно, потому что была дискуссия, значит, кто-то был за использование, кто-то против. Internet is important. Важен интернет, потому что здесь он рассматривается как средство учебы. Homework tool – инструмент для выполнения домашнего задания. Конечно же, это важно. Может ли интернет быть использован в этом качестве? Essay. Конечно, это важно, потому что нам становится понятно, что же учитель попросил нас написать. Это должно быть сочинение. Arguments for and against. Из этого мы понимаем, какого типа должно быть сочинение. То есть это будет сочинение за и против, содержащее доводы точки зрения за и против. Now the questions. What type of essay should you write? Какой тип сочинения нам нужно написать? И мы видим, что это должно быть сочинение за и против. For and against essay. What will your essay be about? О чем будет ваше сочинение? The Internet is a homework tool. То есть о интернете как средство выполнения домашнего задания. What style should you use? В каком стиле нам следует писать сочинение? Мы помним из теории, что эти сочинения пишутся в формальном официально-деловом стиле. So the answer is a formal style. What points should you include in your essay? Discussing pairs. Какие точки зрения нужно включить в ваше сочинение? Обсудите этот вопрос в парах. То есть друг другу вы можете задать вопросы такого содержания. What are the advantages of using the Internet as a homework tool? И в ответ получит следующее. You can access information quickly and easily. Yes, and you can type in questions and get answers straight away. It is easier than looking through lots of books, as you can use the search engine to find things for you. And often the information is presented in an interesting way, with plenty of pictures and even videos. So it's easy to understand. Are there any disadvantages? Yes, you might get distracted and read other things on the Internet instead of doing your homework. Sometimes you find so much information, that it is hard to decide what to use. And then you must be careful not to plagiarize. Примерно такая дискуссия может стать хорошим ответом на четвертый вопрос. Exercise 3. Read the essay and complete the table. Were any of your points in exercise 2 for mentioned? Нам предстоит прочитать сочинение за и против, а затем заполнить табличку. И ответить на вопрос, были ли упомянуты те точки зрения, которые мы с вами обсудили в четвертом вопросе второго упражнения. Это слово-кодотейбл first. Давайте сперва разберемся с табличкой. Advantages – это плюсы. Justifications and examples, то есть обоснования, примеры и доводы. Для этих плюсов. Disadvantages – это недостатки или минусы. And again, justifications and examples. У них тоже должны быть обоснования, должны быть доводы их в пользу и примеры. При чтении попытайтесь эту табличку заполнить. Now let us listen to and read the essay. Let's begin. In our modern, high-tech society, and with 24-hour access to the Internet, it's no surprise that children are using homework help websites more and more. However, there are arguments for and against using the Internet as a homework tool. There is no doubt that using the Internet as a homework tool has its advantages. First of all, it is a quick way to find information. This means that students have more free time for other activities. Secondly, the Internet provides a variety of sources. For example, students can read lots of information and form their own opinions by comparing and contrasting ideas. However, there are drawbacks to using the Internet as a homework tool. One drawback is that students don't use their writing skills. For example, they just copy the information which is not always well written. Another disadvantage is that some websites not only contain poorly written material, but also inaccurate information. As a result, some students may include a lot of facts in their work which are incorrect. All in all, I think that the use of the Internet as a homework tool is a welcome and useful development. Unfortunately, though, it is not free from risks, and we must bear those risks in mind, if we want students to get the most from the Internet. Ну что ж, такое интересное сочинение с неплохим, в принципе, выводом. Now, which points can we use to complete the table? Какие у нас есть плюсы, какие минусы, какие доводы, обоснования и примеры. Advantages, плюсы. A quick way to find information. And to justify it, we can say, students have more free time for other activities. Provides a variety of sources. Большое количество источников предоставляет интернет. Students can read lots of information and form their own opinions by comparing and contrasting ideas. То есть у учащихся доступ появляется к большому количеству информации, при помощи которой они могут сформировать мнение к тому или иному вопросу путем сравнивания и противопоставления различных идей, соображений и информации. But there are always some disadvantages. Есть и недостатки. Students don't use their writing skills. Учащиеся перестают пользоваться ручкой, да, перестают писать практически. And the proof? They just copy the information which is not always well written. Часто учащиеся просто копируют информацию, которая, кстати, не всегда качественно написана. And another disadvantage. Some websites contain inaccurate information. Некоторые веб-сайты вообще не проверяют информацию, она может быть совершенно неточной. Some students may include a lot of facts in their work which are incorrect. В результате кое-кто из учащихся может на этом попасться, включить факты в свою работу, которые фактами-то и не являются, да, то есть они неверны. Этот риск есть в интернете. Ну и не только в нем. Какие же из точек зрения, которые у нас появились в тексте, мы обсудили в четвертом вопросе? That the internet is a quick way to find information, да, что у нас интернет, это быстрый способ найти информацию. And that students might copy information and not write their own. И тот факт, что чащееся могут информацию просто скопировать, а не создать, не написать свои. B. What is the writer's opinion on the subject? Which paragraph contains his opinion? Нас спрашивают, какого же мнение автора по этой теме? И какой параграф содержит это мнение? С теорией мы помним, что мнение у нас в самом последнем параграфе заключений. Соответственно, это параграф 4. Какого же мнение? The writer thinks that the internet is good for helping students with their homework, if used wisely. Автор полагает, что интернет может быть хорошим помощником в учебе, если используется правильно, мудро, да. Мы видим его отношение, что это замечательное явление, да, которое развелось благодаря современным технологиям. Но вот это вот bare risks говорит о том, что нужно учитывать и риски, если мы хотим, чтобы учащиеся получали из интернета только самое лучшее, да, максимальную пользу из него извлекали. Поэтому я и сказал, что мнение автора достаточно хорошее. Мне оно понравилось. Linkers. Слова-связки, линкеры, соединители. Exercise 4. Look at the table, read the article again and replace the linking words in bold with appropriate ones from the table below. У нас есть табличка, она спросит на нее посмотреть, вновь прочитать сочинение и заменить те слова-связки, которые выделены жирным шрифтом, подходящими из таблички. Первый раздел таблички у нас отвечает за те слова-связки, которые вводят точки зрения. Среди них the main, first, most important, advantage or disadvantage. То есть, когда мы вводим точку зрения, мы можем использовать что-то из этого. Главный, первый, самый важный плюс или минус тут зависит от того, да, что вы вводите. Another advantage, disadvantage. То есть, другой плюс или минус. Some many people suggest argue, one another point in favor of, against, etc. Второй раздел отвечает за перечисление точек зрения. Firstly, secondly, thirdly, furthermore, in addition, moreover, also, etc. Первое, второе, третье. Или же, во-первых, во-вторых, в-третьих. Более того, в дополнении. Также, еще. Ну и так далее. Третий раздел у нас отвечает за то, чтобы показать противопоставление точек зрения. However, однако, yet, еще, although, хотя, even though, in spite of, despite, on the other hand, etc. Эти слова-связки нам подойдут, если мы хотим одну точку зрения противопоставить другой. Introduce examples, слова-связки, которые вводят примеры. For example, это мы все знаем. For instance, это в принципе синоним for example. In particular, в частности. As a result, как результат. Ну вот с этой я бы честно поспорил. Она, мне кажется, больше к заключению подходит. Conclude. Слова-связки, которые помогают нам делать вывод. In conclusion, в заключении. Finally. Наконец, all in all, в общем и целом. All things considered. Учитывая все вышеперечисленное. Ну и так далее. Теперь давайте посмотрим на те линкеры, что у нас выделено жирным шрифтом в сочинении. However. Это у нас слово-связка, используемое для противопоставления аргументов. Или точек зрения. Вы можете выбрать соответствующие из таблички. Давайте возьмем, например, yet. То есть все же есть аргументы за и против использования интернета в качестве средства для выполнения домашней УЗД. First of all. Это у нас случай перечисления точек зрения. The first advantage, for example. То есть первый плюс это то, что интернет способ быстро найти информацию. Secondly, and again, it's about listing points. То есть вновь о перечислении мурова мы можем сказать. То есть более того, еще дополнительно, а также все это подойдет. For example. For instance. Это у нас из раздела, в котором вводятся примеры. However. Again. Вновь у нас however. Мы можем использовать in spite of this, on the other hand, все что угодно. Только если мы используем on the other hand, хорошо бы, чтобы все-таки в первом случае у нас появилось on the one hand. То есть с одной стороны, с другой стороны. One drawback. Один недостаток. Ну это просто one disadvantage. For example. Вновь случай с примерами. In particular. В частности, они просто переносят информацию. Копируют ее. Эта информация не всегда верно, правильно, хорошо написана. Another disadvantage. Another point against. Еще один довод против. All in all. Это у нас из группы слов-связок, которые отвечают за выводы. В общем и целом. All things considered, например. Вы же, повторюсь, можете выбрать любые из табличек. Topic supporting sentences. В структуре основной части у нас есть главные предложения и предложения, которые поддерживают это главное предложение, то есть раскрывают его мысль. Exercise 5. Read the theory box. Find the topic sentences in the essay in exercise 3. Which are the supporting sentences. Нас просят ознакомиться с теорией study skills. Найти главные предложения в сочинении из упражнения 3. И ответить на вопрос, какие у нас являются предложения предложениями поддержки. So, study skills. Topic sentences. We start each main body paragraph with a topic sentence, which introduces or summarizes the main idea of the paragraph. This helps the reader follow your arguments. A topic sentence is followed by one or more supporting sentences, which justify the argument and the topic sentence by giving reasons or examples. Итак, главные предложения. Каждый параграф основной части нашего сочинения, мы помним их два, начинается с главного предложения, то есть оно должно у нас быть первым стоять в самом начале. Это предложение у нас вводит и делает какое-то обобщение основной идеи параграфа. Это помогает читателю следить за вашей аргументацией, за вашими доводами. Главное предложение поддерживается, то есть за ним следует, одним, как минимум или более, предложениями поддержки, которые занимаются обоснованием точки зрения, указанной в главном предложении, путем предоставления доводов или примеров. На практике это, конечно же, проще, чем написано здесь. Давайте в этом убедимся. Нас интересует основная часть, то есть второй и третий параграф. Мы помним, что topic sentence, главное предложение, оно всегда на первом месте, всегда в начале. Все остальные предложения в каждом из параграфов – это предложения поддержки. Все. Exercise 6. Work in pairs. Read the topic sentences and write supporting sentences for each. Use appropriate linkers. Немножко практики, работая в парах. Нужно прочитать главные предложения, что у нас ниже, и для каждого из них написать предложение поддержки. Использовать нужно соответствующие слова связки или линкера. And there is an example. On the other hand, TV has got its disadvantages. Мы видим, что в главном предложении у нас мысль. С другой стороны, у телевидения есть свои недостатки. И дальше раскрывается эта мысль в предложении поддержки. Many TV shows are violent and have storylines that are not appropriate for young people. Довод в эту пользу – то, что во многих TV-шоу есть насилие, и их сюжетные линии не подходят для молодых людей. О каких шоу идет речь, я думаю, вы знаете сами. Теперь мы сами. There are certain disadvantages to using mobile phones. Есть определенные недостатки использования мобильных телефонов. Какие, например? Например, что телефоны могут вызвать определенную зависимость. То есть люди начинают проводить в них больше времени, чем в реальности. Звонят по ним, пишут сообщения, и телефоны полностью заменяют общение. Если у нас это предложение поддержки первое, мы можем использовать слово-связку firstly, то есть во-первых. Firstly, young people can become addicted to them, spending more time than necessary, talking on their mobiles and sending messages, and even playing games. Следует добавить, что и игры есть на мобильных телефонах. Как они действуют, вы знаете сами. The next topic sentence. The internet has certainly got its advantages. Ну вот мы и о плюсах начали говорить. У интернета определенно есть свои преимущества. Например, the most important advantage is that we can access information quickly and easily. Здесь легко мы можем с сочинения взять мысль, что самое главное преимущество интернета в том, что мы можем быстро и легко получить доступ практически к любой информации. There is no doubt that going to university helps your future. Нет сомнений, что поступление в университет помогает вам в будущем. Какое может быть предложение поддержки? Ну что, диплом университета, да, степень, которую вы там получаете, помогает вам получить работу получше. Many people argue that getting a degree means you can get a better job. То есть не надо ничего придумывать необычного. Все эти доводы лежат на поверхности, ими и нужно пользоваться. Writing and exercise 7. Read the rubric. Which are the statements 1 to 5 are arguments for and which are arguments against? Match them to their supporting arguments A to E. Нас просят прочитать рубрику и ответить на вопрос, какие из утверждений являются доводами за, а какие доводами против. Нужно соотнести их с их предложениями поддержки, которые у нас обозначены буквами с A по E. But the rubric comes first. Your English teacher has asked you to write an essay on the advantages and disadvantages of e-learning. Online lessons. 120-180 words. Ваш учитель по-английскому попросил вас написать сочинение о плюсах и минусах, о достоинствах и недостатках электронного обучения. То есть, например, онлайн уроках. 120-180 слов. Now let us look at the statements. Students can learn at their own pace. Учащиеся могут учиться в своем собственном темпе. То есть, уделять той или иной теме столько времени, сколько им нужно для полного понимания. It is more convenient for people who don't have time to go to lessons. Это более удобно для людей, у которых нет времени ходить на уроки. Ну, например, они какие-нибудь будущие великие спортсмены и тренировки забирают то время, которое должно было уделяться урокам. People can save time and money on travel. Люди могут сэкономить деньги на путешествии, ну, на перемещении себя до места, где проводятся уроки, например, до школы или до университета. It can be lonely studying alone. Возможно, вы почувствуете себя одиноко, когда вы учитесь один дома за компьютером, имеется в виду. E-learning depends too much on technology. Электронное обучение слишком сильно зависит от технологий. Определенно, первые три довода у нас доводы за. Arguments for. Два последних – это, определенно, доводы против. Arguments against. Now they're supporting arguments. Аргументы поддержки. Students don't have to commute to school. To commute – это добираться до места работы, учебы и так далее. Студентам это делать необязательно. Скорее всего, это у нас относится к высказыванию, где люди экономят деньги на проезд. With e-learning there is no chance to meet other people and share ideas with them. При электронном обучении нет шансов встречаться, да, встретить других людей и поделиться с ними идеями. Тут я бы поспорил, но, скорее всего, это относится у нас к четвертому пункту, где говорится о том, что, возможно, вы будете чувствовать себя одиноким. People don't have to be in a certain place at a certain time. Людям не обязательно находиться физически в определенном месте в определенное время. И это очень удобно для тех, у кого нет времени на посещение занятий. People can choose when and for how long they want to study. Люди могут выбирать, когда и как долго они хотят учиться, то есть сколько времени они хотят посвятить учебу. Это как раз о темпе обучения, да, о том, что учащиеся могут учиться в своем собственном темпе. Computer problems can make people miss lessons. Проблемы с компьютером могут заставить людей пропустить занятия, ну, например, зависла картинка. Пропал звук, пропал интернет и урок вы пропустили. Ну, довод, честно говоря, так себе, потому что сейчас все эти вещи делаются в записи, вы потом можете их посмотреть. Тем не менее, это относится к высказыванию, что электронное обучение сильно зависит от технологий. Вот так легко это все делается. Ну и логично, что в конце нас попросят написать наше собственное сочинение. Exercise 8. Now write your essay. Use the arguments above and the plan below to help you. You can use the essay in exercise 3 as a model. Нужно пользоваться теми доводами, что мы с вами разобрали в упражнении 7, планом, что мы с вами разберем, и можно использовать сочинение из упражнения 3 как образец. So the plan. Introduction. Paragraph 1. Introduce the subject. Помним о том, что параграф 1 у нас посвящен вводной части, где мы просто вводим тему и даем какие-то общие комментарии. Main body. Paragraph 2. Arguments for. With justifications and examples. Paragraph 3. Arguments against. With justifications and examples. В основной части мы знаем, у нас должно быть два параграфа. Параграф 2 у нас содержит доводы за. С обоснованиями и примерами. Параграф 3 содержит доводы против, с обоснованиями и примерами. Перемешиваться они не должны, это будет ошибка. And conclusion. Paragraph 4. Closing remarks. В заключении у нас параграф 4, где мы обобщаем информацию, делаем вывод и делимся нашим мнением по ней в самом конце. Наш войсбот Майкл написал такое сочинение, мы послушаем его и почитаем, чтобы у вас был еще один пример помимо упражнения 3. Но для начала смайл. I'm not going to study tonight. I'm very tired. Come on, Tony. Hard work never killed anyone. That's true. And I'm not going to be the first. Тони, ему видимо предстоит писать сочинение. И своему папе он говорит, сегодня я учиться не буду, я очень устал. Папа же говорит, брось Тони. Усердный труд. Еще никого не убил. Никто еще не умер от труда. Тони говорит, это правда, и я не собираюсь быть первым. Now, let us listen to Michael and his essay. Let's begin. Nowadays, more and more people are spending time online, and many have a personal computer at home. Thanks to the Internet, students have access to many different websites to help them learn. However, there are arguments for and against learning online. There is no doubt that e-learning is a convenient way to learn. The first advantage is that people who normally have difficulty finding time to go to lessons can learn at home. People do not have to be in a certain place at a certain time. This means that students can save time and money on travel as they do not commute to school. Another advantage is that students can learn at their own pace. People can choose when and for how long they want to study. As a result, learning can be more rewarding and enjoyable. Yet, there are drawbacks to learning online. One drawback is that it can be lonely studying alone. With e-learning there is no chance to meet other people and share ideas with, so it is difficult to motivate yourself. Moreover, without a teacher to help you, you may feel lost. However, the main disadvantage against online learning is that it depends too much on technology. Computer problems can make people miss lessons. As a result, students can fall behind. All in all, while learning online is a welcome development, it cannot replace traditional learning at school, as people need contact with others in order to learn effectively. However, students can benefit if they learn both at school and online. Ну что ж, хороший пример. Обратите внимание, Майкл использовал все доводы из упражнения 7 и фразы из упражнения 3 и сочинения. И также сделал хороший вывод о том, что комбинация обучения онлайн и посещения школы дает самый лучший результат. So, that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon. And bye-bye.